Ученица 45-й школы Милена Мананова мечтает стать врачом, собирается поступать в БГМУ. Профильные предметы для нее химия и биология, а математики достаточно и базового уровня. Тем не менее, девушка перед экзаменом немного волнуется. Мы всем классом молились тут перед тем, как войти. Так, в принципе, надеемся на свои знания. Милена претендует на золотую медаль. По новым правилам оценки в аттестате отличники должны подтвердить высокими баллами на ЕГЭ. Еще одно нововведение – базовую и профильную математику пишут одновременно. Раньше они были разбиты по разным дням. Выпускники могли попробовать свои силы на обоих этапах. Теперь им пришлось выбирать один из них. По правилам ученики пишут тест в стенах не своей школы. В 11-й гимназии свои знания проверили выпускники 9 разных образовательных учреждений. У нас получилось 101 базовый уровень сдают сегодня и 157 профильный. В этом году присутствует 35 наших организаторов в аудиториях и 25 вне аудитории. Поэтому наш пункт работает в штатном режиме. ЕГЭ по математике в республике сдали больше 19 тысяч выпускников. Абсолютно все аудитории оборудованы камерами. Списать возможности нет. Надежда только на знания, полученные за 11 лет. Учеников на тестировании сопровождают классные руководители, которые волнуются за каждого ребенка. Дети, они есть дети все равно. Хоть как. Я их столько лет учил. Конечно, хочется, чтобы они все поступили куда-то, чтобы достойно сдавили экзамены. В республике для проведения ЕГЭ было задействовано 154 пункта приема экзаменов. Из них 43 организовано на дому, 11 в детских колониях. По данным Министерства образования, ЕГЭ по математике прошел в штатном режиме. Нарушений не выявлено. Следующий ЕГЭ по обязательному русскому языку выпускники напишут 3 июня. Остальные предметы сдаются по выбору, исходя из того, куда ребята собираются поступать. А после им останется с волнением ждать результатов экзаменов. И для них начнется новая пора. Школьники станут абитуриентами. Лисанда Кирвейль, Шаддавлетбердин. Столичные новости.